добрый день дорогие друзья дамы и господа подписчики и гости канала сегодня пятница 22 июля 22 года я вас приветствую из брюсселя и продолжаем говорить о политике сегодня я хотела бы привлечь ваше внимание к шутливому заявлению которое было опубликовано на платформе 45 президента сша дональда трампа это замечательно что несмотря на невзгоды и драматический период в его личной жизни как вы знаете при таинственных обстоятельствах ушла из жизни ивана трамп его первая жена мотивы троих детей и несмотря на эту тяжелую трату президент трамп сохраняет бодрость духа и даже способность шутить я думаю что он может быть примером всем нам как надо высоко держать голову в периоды ненасти и так что же говорится в этом заявлении в этом заявлении президент трамп желает спящему джо побороть его хворь как можно скорее и приводит себя в пример то есть он ставит себя пример потому что врачи говорили что президент трамп боролся с этим микроорганизмом как геркулес и он желает того же самого и джо байдену конечно джо байден как геркулес это очень смешно вы конечно же помните как у него заплетаются ноги как он падает с трапа самолета как он падает на ровном месте по вине велосипеда и так далее но это еще не все потому что под конец этого шуточного послания я выложу ссылку в первом закрепленном комментарии с тем чтобы ты из вас кто владеет английским могли насладиться этим текстом насладиться юмором президента трампа самый я бы сказала смешной эпизод приберег под конец этого послания потому что он просит джо байдена выздоравливать как можно скорее потому что никто не хочет камалы харрис конечно это очень смешно потому что действительно как бы не был плох во всех смыслах то байден американцы считают что камалы харрис еще хуже то есть камалы харрис хотя у нее пока что нет такого когнитивного дефицита но тем не менее многие считают что у него полностью отсутствует адекватный опыт и вообще она все чаще и чаще ведет себя неадекватно то есть она некомпетентна и неадекватно потому что ее смех к месту и не к месту очень раздражает избирателей особенно республиканских но надо сказать что сейчас республиканская партия готовится к тому чтобы президент трамп заявил о своих амбициях участвовать в выборах двадцать четвертого года это самый большой кошмар демократов и уже генпрокурор гарланд заявил о том что это заявление президента трампа не освобождает его от уголовных преследований но на самом деле это конечно огонь и демократов потому что они прекрасно понимают что их слушание в конгрессе слушание этого комитета 6 января только раздражают американцы потому что американцы хотят решения своих проблем цены растут на глазах и как сказал президент трамп в этом послании джо байдену несмотря на то что ты ведешь страну не в том направлении тем не менее никто не хочет камалы харрис и конечно очень много вопросов к генпрокурору гарланду потому что появилась появилась новая новый пласт компромата на хантера байдена и как вы знаете в то время как жизнь и деятельность президента трампа рассматривают под лупой все что касается джо байдена его семьи все это не скрывается или расследование тормозится сейчас не так давно умельцы взломали облако и выложили в сеть стали выкладывать периодически все эти материалы которые там хранились материалы со смартфона хантера байдена и это новый пласт информации о том как эта семья составила семейный подряд и торговала влиянием то есть это все то же самое плюс крайне нелицеприятные детали жизни особенно использование субстанции потому что сам же байден когда он был сенатором он призывал к строгим законам против субстанции и соответственно пользователями являются не только его сын но его дочь и соответственно это облако вернее информация которая хранилась на этом облаке она просто изобилует этими эпизодами эпизодами использования сыном и дочерью субстанции но не только конечно американцы больше всего волнует это торговлю влияние потому что все больше подтверждений тому что эта система сложилась во времена сенаторства и потом она плавно перекочевала вместе с джо байденом когда он стал вице-президентом тогда был грандиозный скандал на украине связанный с бурисмой когда открыто и не прикрыто джо байден потребовал от президента порошенко смещение генпрокурора виктора шокина потому что тот расследовал коррупцию в бурисме это все открытая информация это все всем известно но точно так же как и с хантером байденом несмотря на все эти документы все эти детали все эти факты никто не несет за это ответственность то есть это большая проблема потому что что касается юстиции то она не работает в отношении семьи байдена точно так же как она не работает в отношении клинтонов и вообще сейчас немало вопросов к демократам в частности к семье нанси пелоси к ее мужу я хотела бы об этом поговорить отдельно в этом и сериале хотела бы сконцентрироваться именно о том что происходит с президентом трампом поскольку его соратники требуют чтобы он объявил о своей амбиции о своих амбициях баллотируется в двадцать четвертом году потому что они считают что это придаст определенной уверенности электорату это начертит перспективу то есть голосуя 8 ноября этого года за представителей сенаторов конгресс как вы знаете 8 ноября этого года должна быть избрана и переизбрана вся палата представителей и одна треть сената и соответственно идя голосовать за республиканскую партию за представителей республиканской партии электора должен знать что партию поведет к победе двадцать четвертом году никто иной как дональд трамп потому что сегодня республиканская партия и трамп это просто синонимы партия не мыслит другого лидера как вы знаете все те кто хотят избраться и быть избранными должны получить одобрение президента трампа это делается не просто так это не вопрос тщеславия не вопрос культа личности это вопрос сплочение партии потому что партия не хочет опять оказываться в такой ситуации в которой они оказались из-за скажем листчейни которые председательствуют на этой охоте на ведьм в конгрессе потому что то что творится в конгрессе это настоящая охота на ведьм во первых сомнению подвергается сама легальность этого комитета потому что он был создан вопреки тем правилам которые существуют в конгрессе комитет 6 января искусно подбирает свидетелей которых которых они приглашают для интервью с тем чтобы создать определенную картину но на самом деле все эти процессы в стиле вышинского только все больше и больше раздражают американцы потому что они уводят их от решения насущных проблем то есть они не хотят это смотреть они не хотят об этом слышать потому что их интересует то что происходит сегодня их интересует стакфляция их интересуют проблемы с энергетикой и все вытекающие из этого последствия то есть это зеленая повестка которая ведет страну не туда как сказал президент трамп и как знают сами американцы и соответственно понятно что у демократов сейчас настоящий агония потому что если дела пойдут так как они пойдут то им не удастся в открытой схватке победить республиканцев 8 ноября на выборах конгресс и соответственно далее президента байдена джо байдена ожидает импичмент а вы знаете уже что конгресс республиканской партии техаса постановил что он пришел к власти нелегально то есть это постановление конгресса партии которые внимательно изучали весь процесс процесс выборов и соответственно в профильном комитете конгресса лежит заявление представительницы конгресс-вумен маржари тейлор грин которая требует импичмента на основании того той коррупции которая происходила в семье байдена на основании торговли влиянием она требует расследования тех сделок которые заключал сын байдена hunter и в китае и на украине и а соответственно если республиканцы приходят к власти большинстве в обеих палатах то этот импичмент джо байдена спящего джо становится совершенно реальным и говоря про реальные перспективы именно они в такой степени шокируют и ужасают демократов что в этой агонии они все больше и больше уходят от демократических стандартов это парадокс демократическая партия не соблюдает демократический стандарт у них все больше и больше прорисовываются тоталитарные черты и соответственно то что особенно волнует широкую публику это полное подчинение правосудия интересам демократической партии об этом я хотела бы с вами поговорить отдельно это действительно очень большая тема о том как демократы фактически подчинили своему влиянию и правосудие и центральное разведывательное управление потому что все намного сложнее чем может показаться на первый взгляд и это началось еще во времена президентства билла клинтона потому что настоящая ситуация является результатом деятельности ряда президентов скажем так ряда демократических президентов и это имеет смысл обсудить дорогие друзья надеюсь что этот материал был вам не бесполезен если да пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте писать слова благодарности блогеру потому что я веду этот блог не для себя для вас я также благодарю всех тех кто принимает активную часть в дискуссии на тему желательно на тему которая предлагается в этом видео и конечно отдельное грандиозное спасибо всем тем кто поддерживает мой канал донатами я благодарю вас за ваш элегантный жест и ваши имена будут в первом закрепленном комментарии спасибо за просмотр! спасибо за просмотр! спасибо за просмотр!